Мы все хотим, чтобы наш сад жил долго, был красивым, здоровым и урожайным. И для этого мы готовы делать все. Мы его поливаем, подкармливаем, ухаживаем, защищаем и обрезаем. В отличие от других процедур, обрезку мы проводим всего лишь один, иногда два раза в год, включая летнюю. Но это очень важная процедура и очень сложная. И от нее зависит и здоровье, и долголетие, и урожайность нашего дерева. Конечно, за один день невозможно освоить все приемы обрезки, невозможно научиться всему, что нужно сделать, но дорогу осилит идущий. И с вами Юлия Кондратенок, вы на канале Процветок, и мы с вами познакомимся с тремя основными правилами обрезки, которые должен знать каждый садовод, который только посадил дерево, чтобы правильно за ним ухаживать, правильно обрезать. Итак, самое главное правило обрезки. Как нужно делать срезы? Ведь от этого зависит то, как дерево восстановится, куда начнет оно расти, каково будет его здоровье. И начнем мы с самого начала, с обрезки на почку. Когда мы сажаем маленькое деревце, у которого всего есть один стволик и пару веточек, в лучшем случае каждая почка имеет значение. Поэтому, когда приступаем к формировке молодого дерева, смотрим, как нужно делать срез. Итак, здесь у нас изображены основные ошибки срезов на почку, молодых побегов, молодых веточек. В чем же их ошибочность? Первый случай. Сделан срез со скосом в сторону почки раз. И срез очень острый. Очень большая площадь среза приведет, во-первых, к тому, что будет избыточное испарение сока, и эта почка попросту засохнет. Этот срез никогда не заживет. А вот на нем охотно поселится какой-нибудь грибок, убьет эту почку и может пойти даже дальше. В результате разовьется не та почка, которая нам нужна, и побег начнет расти не в ту сторону, которую мы запланировали. Второй пример. Здесь срез сделан более пологий. Его площадь небольшая, но уклон сделан в сторону почки. Такие срезы заживают тоже плохо. Третий случай. Самый распространенный. Особенно, когда у вас очень много деревьев, и вы не присматриваетесь к тому, где у вас растет почка. Над почкой оставлен пенек. Сто процентов зарастания не будет. Этот пенек усыхает, следом часто усыхает эта почка, либо, если она не усыхает, то побег продолжения, который идет из нее, пойдет под углом. А нам это не нужно. Здесь, казалось бы, сделано все правильно. Срез от почки. Срез небольшой площади, но он располагается слишком близко к почке. И такие почки тоже чаще всего засыхают, к сожалению. Поэтому не делаем так, а делаем правильно. Срез делаем в сторону от почки, оставляя буквально пару миллиметров над ним. Такие срезы заживают великолепно. А побег, который проснется из этой почки, пойдет максимально приближенно к вертикальному. Или же в ту сторону, которая нам нужна, если эта ветка горизонтальная. Благодаря правильно сделанным срезам мы можем направлять рост побегов, особенно это важно для молодых деревьев, в нужную для нас сторону. Следующее важное правило обрезки крупных ветвей. Часто можно видеть на деревьях дупла, незаживающие раны, на которых поселяются грибы, особенно раковые болезни, которые губят дерево, млечный блеск, различные трутовики. Почему это происходит? Потому что срез был сделан неправильно. При удалении больших ветвей нужно делать срез по краю наплыва, так называемый срез на кольцо. Когда мы присмотримся к месту отхождения ветки от ствола, от другой ветки, мы можем увидеть, что здесь имеются такие складочки коры. Они мягкие, они довольно нежные. И здесь сконцентрирована огромная масса клеток вособновления. Если мы делаем срез ниже вот этого кольца, ведь эти складочки, по сути, напоминают кольца вокруг ветки. Если мы сделаем срез ниже кольца, вот здесь, на уровне ствола, как некоторые делают, чтобы все было ровненько, то мы лишим растения вот именно этой образовательной ткани, которая образует рубец и приводит к зарастанию. Если мы срежем как раз посередине кольца, то есть часть вот этого колечка оставим, часть удалим, тоже нехорошо. Ведь фактически мы очень сильно повредили эти нежные тонкие клеточки, эту нежную кору. Зарастание будет идти, но оно будет слабым. Самый правильный способ обрезки – это срезка по внешнему краю наплывов, по внешнему краю кольца. Вот здесь. Если мы обрежем именно так, то, поверьте, растение сможет зарубцевать эту рану в кратчайшие сроки. А если при этом вы еще и замажете хорошей садовой краской, садовым бальзамом с добавлением функицидов, то здоровое рубцевание 100% обеспечено. И, соответственно, здоровье дерева. Еще одно, третье важное правило. Когда мы проводим такой прием, как укорачивание либо вырезание ветвей, часто не задумываясь, режем, извините, как Бог на душу положит, оставляя пеньки, оставляя ответвление ненужное, типа дерево там чего-нибудь пустит. Нет. Когда мы делаем обрезку или укорачивание, особенно это касается укорачивания, мы срез проводим либо над почкой, либо на кольцо, либо с переводом на боковую веточку. Что это значит? Рассмотрим, как говорится, на примере. Допустим, вот у нас фрагмент ствола, отходит скелетная ветвь, и нам не нужно, чтобы она росла дальше в междуряде. Она мешает. Или она там дальше повреждена. Каким-нибудь вредителем, проезжавшей техникой, неважно. Она повреждена, нам нужно удалить. Многие люди, не задумываясь, режут вот так. Оставляя пенек. Типа здесь проснутся почки. Вот здесь проснутся почки, дадут побеги, будет красивая такая метелка во все стороны. Да, почки могут проснуться, и вы получите никому не нужную метелку в ненужном месте. Либо второй вариант. Ничего не проснется, а вот этот оставленный пенек начнет активно засыхать. И из него пойдет инфекция дальше в дерево, и вы потеряете или всю ветку, или даже целое дерево. Более того, оставленные вот такие отростки, они какое-то время, пеньки, будут еще жить и мешать вам ухаживать за деревом. Поэтому правильно делать укорачивание обязательно с переводом на боковое ответвление, которое идет в нужную для вас сторону. Итак, делаем срез рядышком с боковой веткой без оставления пеньков. Поверхность, то есть площадь среза должна быть как можно меньше. То есть, если я сделаю срез вот так под углом, как здесь синим маркером зачерчено, получится очень большая площадь. И вот такие срезы засыхают очень хорошо и зарастают очень плохо. Правильнее, когда срез делается почти под прямым углом или слегка скошен в сторону ствола. Чуть-чуть. Такие срезы заживают очень хорошо. Нет пенька, нет никаких ответвлений ненужных, и ветка растет в нужном направлении. Вот эти простые три приема, три правила обрезки применяются абсолютно на всех культурах. Будь это яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикос, персик и даже грецкий орех, и даже смородина. Все эти принципы применимы для любой из плодовых культур в нашем саду. Соблюдайте их, пожалуйста, при обрезке. Не забывайте замазывать срезы. Смотрите наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки. И до новых встреч на канале Процветок.